Легко ли удивить русского человека Уралом? Наши люди привыкли к прекрасным видам Кавказа, чистейшему льду Байкала, высоким вулканам Камчатки. Но есть в нашей стране крайне высоких гор, настолько старых, что даже динозавры кажутся не такими древними. Горы, хранящие в себе историю земли, богатство страны и память предков, о вечно сменяющих друг друга снегах, ветрах и дождях. Начнем мы свое путешествие с города Красновишерска. Находится он в Пермском крае, примерно в 300 километрах от краевой столицы. Дорога займет у вас около трех часов, но лучше заложить 4 часа, чтобы остановиться в Соликамске и взглянуть на архитектурный ансамбль центральной площади Соликамска. После соляной столицы Урала вы поедете строго на север, пересечете уйму рек, повидаете сосновый бор и белый мох. И уже в Красновишерске вам откроется поистине край дикой природы. Город появился в 1942 году на месте поселка Вижаеха. В 19 веке здесь работал русско-французский металлургический завод, а вот в 20 веке поселок перепрофилировался на добычу леса и изготовление бумаги. На гербе Красновишерской изображен северный олень и алмазы. Оленей в самом городе, конечно, нет, но в Вишерский заповедник они зачастую приходят с Северного Урала. Алмазы, к слову сказать, здесь добывали вплоть до 2014 года. Чистота вишерских алмазов была наивысшей, и почти все они относятся к ювелирным. Ходят слухи, что алмазы в здешних грунтах еще есть, просто пока не пришло время их нам найти. За сегодняшний день мы посетим две природные достопримечательностей вблизи Красновишерска – гору Палют и скалу Витлан. Привет, я Таня Закрутка, а вы на канале «Доступный Урал». Сегодня мы покажем вам маршрут по северу Пермского края. Здесь очень много чего можно посмотреть. И начнем мы с горы Палют. Чтобы туда добраться, нам нужно переправиться через Вишеру. Для этого мы вызвали лодку, и вот, кстати, она. Зимой здесь ледовая переправа, а летом можно переправиться на лодках, на трамвайчике. Телефончик Сереге, который нас повезет, я оставлю в описании. Чтобы отправиться на полет, вам надо пересечь Вишеру. Для этого можете припарковаться на базе заповедника и там нанять лодку, которая вас переправит на другой берег. Координаты базы я оставлю в описании. Там же напишу контакты лодочника. Либо спросите на базе, кто бы мог помочь вам с трансфером. На самом деле, сюда мы приехали большой компанией. Зрители, это ребята. Ребята, это зрители. Вот это агрегат! Только не говорите, что мы сейчас на этом поедем. Серые волки спину мою кусают. Обижают, ведь я их лично знаю. Я устаю, но места нет слезам. С этим разберусь сам. Ноги как чужие меня подводят. Все уходят, а мои сводят. Я остаюсь, но места нет слезам. С этим разберусь сам. Местные предлагают трансфер. Три километра наверх на своей технике. Ну а теперь пешком. Перед вершиной дорога превращается в скальник. Это значит, вы почти на месте. Если погода хорошая, как в этом видео, то вам открываются бескрайние виды до конца горизонта. Плохую погоду полет часто стоит в облаке, но не перестает быть прекрасным и даже магическим. Зимой, кстати, тут вообще уральская Лапландия. Все деревья закутаны в снежные шубы и выглядят не по-земному. Кстати, в этот раз повезло нам с погодой. И видимость очень хорошая, потому что в предыдущий раз я поднимала сюда, и здесь был туман. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, про это место сложено очень много легенд, и одна из них гласит, что здесь жил великан Палют, и он оставил свой след. Предлагаю найти этот след. Вот такая немаленькая ножка у богатыря была. Ну, если у меня 39-й, то тут примерно два моих. А на самом деле это образовано за счет ветровой эрозии и снег, и дождь. Вымыл вот такие вот все капельки. Визит, центр, полет. Итак, предоставление места в комнате отдыха. А еще Палют напоминает застывшую волну. И это очень хорошо видно в Чердане, Красновишерской и Ветлана. Кстати, мы сейчас с вами как раз туда и отправимся. А еще отсюда видно Колчим, и завтра мы с вами обязательно туда отправимся. Ну, а сейчас на Ветлан. Мы выбрали очень интересный транспорт для этого – речной трамвайчик. Обойдется он вам в 2000 рублей до камня Ветлан и в 5000 рублей до камня Говорливый. Точные тарифы на сезон вы можете узнать на сайте заповедника «Ишерский». Корюшка, корюшка, сеть оставила. Долюшка, долюшка, сердце севера. Где зернышко, зернышко, сует трава. Там хоккушка. По реке вам встретится целый архипелаг искусственных островов – Ряжий. Местные еще называют их быками. Бревенчатые срубы по форме, напоминающие утюг и заполненные доверху камнями, служили разделением реки на судоходное русло и часть для лесосплава. Между островами были мостовые переходы, так называемые боны, по которым люди могли перемещаться. Лес раньше шел по реке нескончаемым потоком – бумажному комбинату. Много леса тонуло, и даже сейчас с дрона мы можем разглядеть, сколько золотых бревен лежит на дне. Да-да, я именно сказала золотых. Так как дерево, пролежавшее столько лет под водой, становится достаточно ценным. А мореная лиственница – вообще на вес золота. Мы с вами на искусственном острове, называется Ряжий или Ряжи, по-разному называют. Здесь очень много камней, и если в них покопаться, возможно, можно найти остатки ракушек. Пермский период – один из самых загадочных периодов нашей Земли. Ведь он закончился самым массовым вымиранием всего живого. В конце периода погибло 96% всех морских видов и 75% сухопутных обитателей. Единого мнения о причине до сих пор нет. Может, метеорит, вулканы, выбросы метана. Однако мы можем сказать точно – Урал – это место, где пермский период можно изучать лучше всего. Друзья, мы приехали к следующей нашей точке – это камень-петла. И мне уже не терпится показать вам виды, которые открываются сверху. Но для начала нам нужно преодолеть нелегкий путь. Подъем на Витлан достаточно крутой. Благо, есть металлический трос, за который мы можем держаться. Будьте аккуратны – сверху могут лететь камни. Каких-то 15 минут – и мы на вершине. Отсюда открываются поразительные виды на Вишеру и ее берега. А еще отсюда очень классно наблюдать закат у полюда. Мы тоже его понаблюдаем, попивая чаек на шезлонке. Как видите, за один световой день можно посетить две горы. Но это еще не все. У меня для вас припасен один бонус. Пойдем покажу. Музыка. 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 Вот и закончился день. Мы отправляемся на ночевку по длинной дороге с камня Витлан. Музыка. Спасибо, Вишера. Это был прекрасный день. Доброе утро всем нашим зрителям. В эфире вновь доступный Урал и я, Таня Закрутка. Мы сегодня ночевали в замечательном месте. Это место называется Серебряный родник. Здесь есть юрта. Но у нас сегодня занято, поэтому мы ночевали в замечательном, прекрасном, теплом доме. И пойдемте, я его вам покажу. Ночевку мы однозначно рекомендуем на базе Серебряный родник на правом берегу Вишеры, деревни Пахари. Тут просторная комната на 10 человек. Здесь уютный дом со всеми удобствами. Вместительная гостиная и кухня. Баня прямо в доме. Здесь чувствуешь себя в цивилизованном месте. А еще для любителей экзотики, здесь есть юрта, в которой также можно заночевать. Очень рекомендую гостевой дом Серебряный родник. Мило, со вкусом и совсем недорого. Координаты в описании. Называется этот комплекс Серебряный родник не просто так. На самом деле, совсем рядышком протекает чистейший ручей, из которого можно пить прямо на выходе из базы. Огонь! Сегодня у нас новое испытание. Нам предстоит покорить Колчимский камень, он же камень поминенный. Находится он в 30 километрах от Красновишерска по дороге к поселу Квая. Дорога в основном грунтовая, поэтому мы решили нанять для этого специальный автомобиль. Сергей, так зовут нашего перевозчика, организовал нам заброску за 5000 рублей, дождался нас вечером и даже напоил чаем. Горячо его рекомендуем. Телефон, как водится, под видео. Горячо его рекомендуем. Ну а теперь пешком. Восхождение на Колчимский камень, который, к слову сказать, находится на высоте 740 метров над уровнем моря, делится на два этапа. Первый – это пересечение тайги, местами заболоченной, но все же легко проходимой. Порядка 5-6 километров по лесу, и мы упираемся в Курумник, так называемый развал камней. После чего километр мы идем, а иногда ползем по этим огромным валунам. Когда-то это была одна целая порода, но горы же осыпались, а ледник доломал остатки скал. Время, ветер и осадки придали этим камням индивидуальную форму. А уральский мох или шайник – причудливый окрас. И вот ползем мы такие по камням и чувствуем, что прикасаемся к чему-то вечному, мистическому. Я вообще хочу отметить, что уральские вершины – это не Альпы. Куда ты можешь подъехать вплотную на своем седане? Это вообще не про комфорт. Урал – это про преодоление. Едешь 300 километров на север, потом 40 километров в горы, затем ползешь сквозь тайгу и камни наверх, и только там ты достойен увидеть нетронутую природу Урала. Такая у нас философия. Итак, друзья, мы на первой гряде. Здесь есть классный квадратный камень. Позади меня главный уральский хребет, заснеженный уже. Но наша задача – дойти до второго хребта, где нас ждет очень интересный объект. Отдельно стоящий палец – такой узкий камень, на который невозможно забраться. Или… Самый полный жделек, самый сильный ураган Ходят свиньи море корабли. Может быть, потому-то и понятно морякам, Что такое океан любви. Этим смелым парням, и беда, и беда, Пусть животное им помогает звезда. Любите девушки, простых романтика, Отважных летчика и моряков. Бросайте девушки, домашних мальчика, Не стоит им дарить свою рюмку. Так, ну что, тебе куда-то туда, А нам вон туда. Здесь я вас покидаю, Готовить для вас сюрприз. История такова, что мы сидим здесь уже час, На самом вершине Колчинского камня, Второй гриде. Второй гриде, 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 гриде. И ребята наши вывешиваются на вот там пальце. И последний, вот последний, последний участок. Что-то у них не получается, что-то у них пройти. И нам остается только ждать. Два часа позже. В этом прекрасном месте я прощаюсь с вами. Это был наш маршрут по северу Пермского края. Приезжайте к нам путешествовать. Итак, друзья, это наш маршрут номер один. Север Пермского края. Вам потребуется два дня на его прохождение. Доступен он для всех. Автомобиль пройдет любой. Ездят, переночевать, где погулять, попить чай и полюбоваться видами Урала. Приезжайте в Пермский край, здесь вам рады. Продолжение следует... ...прохождение. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok